Сегодня в рубрике Горожане состоится телевизионное знакомство с семьей Иволгиных и глава семьи Семен познакомит нас со своими близкими. Здравствуйте, меня зовут Семен действительно, это моя супруга Анастасия и мои замечательные дети Вероника и Агния. Это было на стройке, мы тогда начинали, развивали новый проект «Пять миров», это этно-холл, место, где мы совмещали и чайную, и туристический офис, и магазин этнических товаров. И там мы занимались ремонтом и было много волонтеров, которые приходили и помогали нам за бесплатно, в том числе и Настя, в числе прочих, и делала свое дело очень ответственно, уже тогда она мне как бы приглянулась. Там как раз кризисный момент был в начале 2011-го, когда у меня вот мой бизнес стал разваливаться на тот момент, и очень тяжелое время было тогда, и я подумал, что же мне сделать, и вспомнил, что есть такой Иволгинский дацан, вот, поскольку моя фамилия Иволгин, тут совпадение, думаю, ой, интересно, в Бурятии находится, это центр буддизма России считается, думаю, а почему бы не съездить туда? Да. И мы в феврале месяце поехали туда, да, точнее как, я и объявил об этом, сказал, что все, я еду в Датсан, автостопом, у меня практически нет денег, все равно я вот и решил, я еду. Настя сказал, я с тобой. Все это потихоньку привело нас к тому, что мы хотим зарабатывать, не просто ездить, как бы отдыхать, но и зарабатывать, и как бы жизнь свою связать с путешествием. Вспомнить можно очень много, мы ночевали в палатке в минус 25, и где мы только не были, люди попадаются очень добрые, нас периодически кормили завтраками в этих придорожных кафе, да, то есть, ну, все равно утром встаешь, хотя бы кофе, там не кофе. У нас даже семья арабов как-то раз, короче, привезла, ну, мужчина ехал, он нас взял, привез к себе домой, они нас накормили, они там все в платках такие, все как надо, вывез обратно на трассу. Красноярск – это моя родина, и я здесь родился, вырос, и очень люблю этот город по многим причинам, я говорю, ну, и в Питере жили, и вообще так вот приезжал в разные страны и города, нигде я лучше, чем в Красноярске себя не чувствовал, потому что, ну, это, наверное, менталитет, сибирский менталитет. Такой легкий и одновременно суровый, как бы, то есть, правдивый, можно так сказать. Анастасия, а что ты любишь Красноярск? Я люблю Красноярск, ну, вообще, во-первых, за то, что он город, как бы, то, что он стоит на реке, можно всегда пойти и посмотреть на бегущую воду, есть такая возможность, ну, особенно ночью мне очень нравится, ночью кататься по Красноярску. Строгий ли ты отец? Стараюсь быть строгим, потому что знаю, что с девочками надо быть построже. Анастасия